АПЛОДИСМЕНТЫ Она, между прочим, дирижер симфонического оркестра, а ваш Славик просто гаишник. И в чем разница? Оба машут палочками. Дело в том, Нина Васильевна, что от взмаха Катиной палочки зависит, будет ли звучать музыка. А от взмаха Славикиной палочки зависит, будете вы жрать, Жанна Эдуардовна. Господи, с кем я разговариваю? Слава Богу, что мальчик в нашу породу. Что это ваше-то? Ну потому что в наше, посмотрите на его взгляд, посмотрите. Интеллигентный, одухотворенный. Это он покакал. У него после этого всегда такой взгляд. Да что вы не говорите, это наша порода. Да где же ваша, как это наша? А я говорю, наша. Нет, наша, наша, наша. Ваша порода. А я говорю, наша. Это кто такой хороший? Это кто такой сладкий? Это я такая ножка, дай поцелую ножку такую. Нина Васильевна, извините, что вы делаете? Ножку целую. Я извиняюсь, это не ножка, это мой зонтик. Баба, 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 баба. Баба, 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 баба. А при чем тут вы? Если бы он сказал, жаба, было бы вам. А он не сказал, баба. А при чем тут вы и бабы? Вы что, баба-то не похожи. Тоже еще как удочка. Нина Васильевна, вот вы из своей Тулы приехали к нам в Москву на рождение внука. Внуку уже полгода, а вот сыны не там. Не пора ли, как говорили древние ривляне, тупус глупус, тупа стулу? Что в переводе означает Нина Васильевна, езжайте к себе в Тулу. Так это, господи, да? Уеду я вам в армию пацана отправим, и ноги мои тут не будем. Уеду. Нет, мало того, что сама приехала, так еще и своих гусей привезла. Скажите, зачем вы привезли этот стадок? На кого я их оставлю, все ж пожру. Вы понимаете, Нина Васильевна, что этот гусак, он все время бегает за мной и пытается ущипнуть. Господи, да ты радуйся, что у тебя еще хоть кто-то хочет ущипнуть. А это что тут щипать? Это козел. Это же вообще катастрофа. Вы меня извините, когда вы позвонили и попросили разрешения, мне приехать со своим козлом. Я решила, что вы имеете в виду вашего мужа, Петра Алексеевича. А вы натурального козла привезли. Да тот еще хуже. Да что бы с вами говорить, Нина Васильевна. Ты мой злобенький, ты мой злобенький. Посмотрите, посмотрите, Нина Васильевна. Мне кажется, он хочет молочка. Он все время смотрит меня на грудь. Значит, он хочет постного мяса на ребрышке. А если сейчас он посмотрел на ваши щеки, он что, захотел вдруг в шесть месяцев свиного сала? Он соску хочет. Так дайте ему соску. Что вы стоите? Ну, и куда вы тычете соской? Вы же в ухо ему тычете. Я вам говорю, надевайте очки, вы ничего не видите абсолютно, ничего. А ты платок надевай. У тебя космы торчат во все стороны. Детя пугают. Никакой гигиены. Да что вы такое говорите? Платок. Где платок, где я? Вы что? Я, между прочим, музыковед первой категории. Я, между прочим, молодая цветущая женщина. У меня студенты, у меня лекции, у меня концерты, гастроли. Какие платки? О чем вы говорите? Да мне студенты в любви признаются. Я не буду кутать свою голову в этот старушечий платок. Я не собираюсь быть бабкой. Не собираюсь. Я молодая женщина. Я создана для музыки. А я тоже не собираюсь. Я четверех вырастила. Я полжизни в подгузниках. Я только жить начала. Я... На меня Гришка армонист заглядывается. Как мне делать? Мозг ваянам пришумил. Господи, Боже, что вы так делали? Вы мальчика перепугали. Ну, успокоивайте его, укачивайте колыбельную. Спойте в конце концов. Не, я петь не очень. Я не очень. Петь я, когда караоке пою, аппарат пишет, чтоб ты сдохла. Ой, я тебе говорю. Господи, Боже мой. Ничего вы не умеете. Разве так надо успокаивать младенца? Миленький мой. Вот что надо петь. Глинка Руслана Людмила. Иди домой. Куда вы пошли, эта ария? Руслана приманю волшебством. Изгинит он. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, видите? Не плачет. После моей песни хоть сухой был. Так, я ему переодеваю памперс. А вы давайте его отвлекайте. Отвлекай его. Да, с большим удовольствием. Это и умею. Дорогой мой внучок. Чешский композитор Вацлав Ружечко в 1868 году впервые применил пентатонику в кварцептакордах. Слышь ты, пентатоника. Пришли что-нибудь. Ну, я... Ну, что я... Ну, это дискотечная вот. Ну, вот... Это все, на что вы способны? Вот как надо танцевать. Для единственного Любимого внука. Любимого внука. Эх! Господи, какой мавитон. Бедный мальчик. Слава Богу, что на этот бред есть наш знаменитый российский балет. Как-то так. Вася, баба не знает, куда памперс надевать. Баба все знает. Что ты думаешь? Ну, вот то и думаю. Топчи поляну, битва будет. А мы с козырей зайдем. А вот так. Умылась! Я не хотела Нина Васильевна видеть в бок. Но вы сами меня вынудили. Вася, не гляди. Что вы там ищете, Жанна Эдуардовна? Что надо, я ищу. Там ничего нет. Там тем более степ до степ кругом. Глянь, мух нет, она гоняет. Давай почушу-то. Ты попроси, я почушу. Ой. Погоди. Славик звонит. Ой. Алло, Славик. Так. Ну, что там у вас? Ага. Ой, радость какая. Ой, слава Богу. Ага, мы сейчас с матерью придем. Ага. Ага, что там такое? Не тяните. Нина Васильевна. Липотеку им дают. Они от тебя в свою квартиру переедут. Слава Богу. Господи, спасибо. А как же это? Первый взнос, первый взнос. А первый взнос погасит с материнского капитана. Слава Богу. Слава Богу. Погасит. Да, материнский, он все за второго его дают, за второго. Слава говорит, через три месяца они получат. Ага. Ну что, баба Нина, пойдем, пойдем, баба Жанна. Уйдем, баба Нина. Господи. Прощай мой конкурс. Ух-ху. 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 Продолжение следует...